Продолжая тему пандемии. Из-за нее работу потеряли почти 700 тысяч россиян. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Армия безработных пополнилась и в Алтайском крае. Со мной в студии Татьяна Головева. Татьяна, на какую помощь рассчитывать тем, кто остался без работы, ну и куда податься? Здравствуй, Андрей. И всем телезрителям тоже здравствуйте. Сейчас я вам расскажу об этом. Кстати говоря, вакансии есть, но о них чуть позже, а пока немного статистики. Судя по этим данным, на середину июня 400 тысяч россиян все еще нуждаются в работе. Премьер-министр Михаил Мишустин на днях сказал, что безработица в стране с 1 апреля выросла в 3,5 раза. Под увольнение попал и Барнаулец Матвей Виноградов. Он работал обычным офисным менеджером. Скорее всего, чтобы просто сократить убытки компании. С работой сейчас, с поиском работы очень сложно, потому что большое количество людей ищет работу, а работодателям невыгодно в связи со сложившимися обстоятельствами набирать большое количество персонала. И таких, как Матвей, в край 26 700 человек. Именно столько с апреля обратилось в службу занятости. Под сокращение в основном попали люди, работающие в сфере услуг. Продавцы, парикмахеры, те, кто трудился в кинотеатрах и парках. Кстати, Матвей поделился с нами, что у него возникли проблемы с получением пособия по безработице. Не мог войти на портал госуслуг, затем попасть в МФЦ. Поэтому уже несколько месяцев он фактически без средств. Какие выплаты все-таки положены оставшимся без работы и как их оформить? Нам рассказали в Управлении по труду и занятости. В первую очередь увеличился размер минимального размера пособия. Он увеличился в полтора раза, то есть с полторы тысячи до четырех с половиной. Период его выплаты составляет три месяца. Май, июнь, июль. Кроме того, по тем гражданам, которые имеют детей, теперь уже абсолютно для всех, размер пособия будет увеличен на три тысячи рублей на каждого ребенка. При этом гражданам не нужно никаких делодействий. Специалисты центров занятости самостоятельно произведут перерасчет. Для предпринимателей, чей бизнес закрылся после первого марта, размер пособия максимальный – чуть больше 12 тысяч рублей. В июне прошлого года вакансий для ищущих работу в регионе было на 8 тысяч больше. Правда, это данные на начало июня. Позже работодатели активизировались. Самые популярные вакансии сейчас в сфере торговли, гостиничного бизнеса, в сельхозпроизводстве. Ну а мы нашли на просторах интернета еще одну любопытную информацию. Россияне, потерявшие работу в период пандемии, могут работать на стройках и помогать благоустраивать города. Федеральные известия написали, что в таких случаях людей нанимают на основании временных договоров. Кстати, барнаульцы бы на такое предложение согласились. В этом нет ничего ни зазорного. Я не могу себе представить, чтобы семья моя голодала и в холодильнике, что называется, мышка. Это совершенно... Работу можно найти всегда. И об этом нужно думать, я уверяю всех, об этом нужно думать, как наши прабабушки говорили, сызморство. Была бы у меня там семья, мне реально не было бы, нечего кушать, я бы пошла. Да, будет, потому что надо деньги, надо для жить. Потому что если не работает в этот, работает, как будет жить. Между прочим, люди на стройке требуются. Об этом говорят и в Союзе строителей Алтаи. Главная причина в том, что границы закрыты. И дешевая рабочая сила из ближнего зарубежья Узбекистана, Таджикистана просто не может до нас доехать. Но зато, говорят, дистанционный формат, в котором сейчас работает служба занятости, всем по душе. Работодатели гораздо более активно сотрудничают в электронном формате. Да, и ищущие работу тоже недостатки отмечают редко. Ну а зарегистрироваться можно не только через портал Госуслуг, но и через другой. Работа в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин